В семье закрылся кинотеатр Янли Кибека. Он считался самым крупным в городе. Как стало известно, его здание находится на балансе в областном управлении культуры. Что послужило причиной закрытия кинотеатра, узнавала Бахат Кульказец. В семье на один кинотеатр стало меньше. Свои двери теперь для семичан закрыл Янли Кибека. Он 15 лет находился в доверительном управлении у товариства с ограниченной ответственностью. Как стало известно, сам же кинотеатр, точнее сказать, его здание, находилось на балансе у областного управления культуры. С 2004 года семьячане смотрели мировые и отечественные премьеры с большого экрана кинотеатра «Инглик Кибек». Он стал одним из полюбившихся мест как взрослых, так и детей. Здесь были два зала с современным оборудованием и просторное фойе, стены которого были увешаны баннерами с самыми ожидаемыми фильмами. Теперь же для семьячан выбор кинотеатров уменьшился. Эту тему прокомментировали в отделе культуры. В здании кинотеатра было передано на доверительное управление на 15 лет без права выкупа товарищству с ограниченной ответственностью Мунира. 7 декабря 2019 года срок договора между данным предприятием и управлением культурой истек. Директор предприятия Мунира Ягодина обратилась в управление культуры с письмом о завершении деятельности данного кинотеатра. Возможно, причиной отказа продления договора со стороны товарищства с ограниченной ответственностью послужила сложившаяся во всем мире ситуация с коронавирусной инфекцией. Временно за сохранность здания будет отвечать областная филармония имени Амрика Шаубаева. В данный момент идет документальный процесс передачи здания бывшего кинотеатра Емель Кебек в филармонии имени Амрика Шаубаева. Это делается в целях его защиты от вандализма. Если процесс передачи документов увенчается успехом, то в здании уже бывшего кинотеатра будет находиться областная филармония. Напомню, что у филармонии есть вокально-инструментальные ансамбли, вокальные и танцевальные коллективы.